Что ты посоветуешь людям, которые сейчас думают, что клуб саморегуляции – это секта, у них возникает страх, что они попадут под влияние и что им там кто-нибудь вредно несет? Дело в том, что этот вопрос довольно-таки буквально на прошлой неделе. У меня дочь 20 лет. Она тоже такого мнения была, что я интересовала, куда мама ходит, куда мама времени уделяет, потому что достаточно длительное время. Уходит у меня на эти посещения. И когда она согласилась, она не только согласилась, она заинтересовалась и пришла в клуб к ней через 20 лет и послушала. Она сразу пришла домой, взяла папочку, давай расписывать, мама, я знаю свою профессию. Она начала больше прислушиваться к себе, к своим каким-то уже концептам, можно так сказать. То есть я вот, мне интерес туда, мне интерес туда. Она послушала, что люди говорят, что приходят с какими проблемами. И говорит, коротко отвечу, она такая говорит, мама, клуб это вон. Там, я думала, что это секта, там психология, там рассказывается действительно направление. Просто человеку дается подсказка, направление. Хочет человек, применяет. Не хочет человек, не применяет. Если ему комфортно сидеть дома и просто ходить, там, не знаю, граблями что-то воротить, хлебушек есть и все. Если человек действительно сидит, ему работа не нравится, он не получает удовольствия, да, она его кормит. И он не знает, куда себя воплотить, где я себя вижу. Это хороший вариант. То есть прийти, да, и сделать первые шаги, можно так сказать. А дальше же приходят идеи, приходят это. И естественно, как вот я для реабилитации туда пришла. И я не сожалею, что я туда попала. Потому что у меня, я первый шаг сделала, и у меня пошла цепочка. У меня пошла, у меня наладились отношения с мамой, с родственниками. Так как у меня после онкологии, у меня получилось так, что то общение, которое было, естественно, оно все-таки порушилось. И поменялись взгляды. И как, что, то есть у меня получилось, мне уже достаточно не 15, не 20 лет, то есть у меня получилось поменять все благодаря клубу. Потому что какая-то информация, у меня появились табличения, я начала писать стихи. И это столько всего. Вот за полтора года я просто вижу, как я обросла, как, не знаю, как ромашками вокруг. То есть у меня и тот интерес. Даже вот тут просто домашние дела, которые я делаю, кушать готовлю. Мне настолько сейчас вдохновляется. Я чувствую себя даже дома, о, царица, мне это все нравится. А раньше мне это как было в тяготу, мне это там как-то не нравилось. Это вообще это когда-то было. А стихи будешь прочитать сейчас? Да, у меня есть стихи, которые, первый стих, который я написала, это я написала для мамы. Вот, она сначала очень была, ну так как она очень переживала за меня, дело в том, что она очень много времени посетила в моей реабилитации. И я волновалась то, что за маминой здоровье тоже волновалась. И поэтому, когда я уже выздоровела, мама у меня звонит, Таня, что ты делаешь? Я читаю книги, она в панике сразу. Таня, ты зачем книгу читаешь, тебе нагрузки, нельзя туда-сюда, ты лежи отдыхай. И потом, то есть она начинала противоречить мне каждым действиям. Для жизни ничего не делай, наслаждайся жизнью, ты ведь прошла через трудности. И когда я уже начала говорить, то есть мама, я хочу науку, я хочу, то есть мне интересно, как это в книжке, хочу читать все. И когда я уже начала писать стихи, прочитала ей стихотворение, я заметила то, что у мамы, я пишу стихи и читаю, у нее давление нормализовалось. Она начала после этого меня поддерживать, она начала меня понимать, мы настолько сблизились. То есть все первые шаги, дальнейшие шаги, это были вдохновленные, вдохновленность от маминой стороны, потому что она меня тоже подталкивала уже. Давай читай, ты сейчас заплачешь. Скажи, что это не лицо. Да? Да, что ты мне делаешь? Да. Конечно. Проснувшись утром, открыв слегка глаза, увидев самое прекрасное, наполненное заботой, нежностью, мамины глаза, они всегда так преданы тебе, служит доверие одно, оберегая и помогая в беде подняться силами вперед. За столько мимолетных лет эти глаза совсем не утратили тот свет, ту доброту и ту тепло и ту заботу. Мамино тепло, оно с годами не стареет, оно все ярче и все ярче греет. Мам, родная, милая моя, ты дала мне то, что ценное само, то тот мир, то внимание и то тепло, и все твоей любовью напитано оно. И вот еще вот маленький стишок, маленький стишок, у него это в конце, это многим просто даст стимул, потому что я читала этот стишок детям своим, и у меня дочка сказала, мама, ты откуда-то его списала? Я говорю, нет. То есть этот вот стишок, мне дает очень огромный стимул, и он пришел тоже вот так вот наобум, ночью я села. Переступи порог, нет с год и огорчений, они пусты, как тень ночи. Взгляни с обратной стороны, зажги в одно пылающее дыхание своей судьбы. Твори, твори то самое, что с глубины души так бурно рвется на свободу, оживляли все вокруг ярким пламенем. Живи, твори, ты и есть творец своей судьбы.